Продолжение следует... 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 Так, перестаньте мне говорить Меня учить будете в медицине Парализованный он или не парализованный Одержимый он или не парализованный Одержимость только и всего Ну и кроме того Все остальное И 7 минуты наших, молчание И весь порядок Есть чин Кстати, хочу сказать, как наблюдающий Сегодня что-то братья и сестры В разнобой вот подходят Начинают кланяться Ну вы же друг друга там смотрите Друг за другом-то Ну чтобы это синхронно было красиво И угодно Богу И людям же приятно посмотреть Одновременно, синхронно Наложите крестное знамение Подойдите, поцелуйте, отойдите еще раз Третий раз поклонитесь За юбки сегодня хочу сказать Все сестры И те, которые часто делают замечания Раиса Николаевна и Нианила Все так прилично Все здорово Работу провели Когда хорошо, так хорошо Одним словом призываю вас Цените то, что имеем И бойтесь, чтобы сатана не добился своего успеха Чтобы он не поморчил нас сразу Чтобы не изложил в начале наших Духовного Отца нашего Чтобы мы не убежали в другую сторону И не стали Духовными прирободеями И прирободейками А болящих Тут пришел на днях ко мне Брат Василий Говорит Меня клещ укусил Пошел в лес Да что ты там шатался по лесу-то По кустам по этим Ловил клещей-то Ну где клещ-то? Расскажи Нашли клеща-то у тебя? Выдернули А, выдернули? Ну, а сдали на анализ? А сдали Ну вот Теперь инкубационный период Каждый год кусают От недели до трех недель Я уже 7-3 недели 21 месяц Застрахован Каждый год кусают Температура, там, недомогание Да каждый год кусают Ну и тогда не жалоб У нас болеет Тогда что приходилось? Николай заболел Николай, молитесь И Елена Политыкина заболела У нее температура высокая Боля еще до сих пор болеет Она ту неделю проболела У нее и на ту неделю болеет еще И Юля Температура подолела Уже температура Уже болеет Ну, Тамара Это сама Сестра ее звонила Что не беспокоились Чтобы она Сейчас все в порядке с ней Дальше к нам слово Так, следующая молита Будет суббота утром Заупокойная Панихида будет Нет, какая-то Суббота утром Четвертая Потому что там родительская Поминальная суббота Это будет какое там число Третье июня Третье? Ну, третье, значит Субботу Наступающая суббота И Троица Воскресенье Троица Третье июня Здесь Вот Ну и что? Слава Христу Что сказать? Потеряевка живет Пока Сеет Игорь Сеет Остальные все Работают там Лагерь приводят Там красят Белят Дома Где думают принимать Жизнь спорится Вообще все Дом там Алексей Устинов Дом уже Под крышу подводят Строит Значит С бревеном Где я Ну так вот Все Жизнь идет Ко мне какие вопросы? А школы что? Школы что? Был у нас Последний звонок Во вторник Нет В среду В среду В понедельник Ну на той неделе Последний звонок Там можете посмотреть Все там снимали Значит Концерт там дети Делали прощания Как бы Учителя Учителей благодарили Всем благодарности Выдавали Ученикам Потом ученики Учителям Благодарности Выдавали Замечательно Ну да Вначале Все там Ученики Все очень хорошо Так прошло Было Ну вот Все ничего Все 9 класс Они экзамены Будут сдавать Готовятся к экзаменам В Корчино Будут сдавать? Не знаю В Корчино И в Мамонтов Потому что Наверное В Мамонтов Скорее всего Будут и Корчино Все там Которые Ближайшие деревни Все в Мамонтов Надо сдавать Будут Скорее всего Там будут Ну готовятся Наши там Все А эти уже Закончили учебу Которые были Там у нас Седьмой класс И четвертый Эти уже закончились Эти трое Будут Три выпускника У нас Для этого класса Анфиса Василиса И Ерема Ну а дальше Видно будет Что со школой Будет что Были бы ученики Ко мне Есть Какие вопросы Нет Показывали Батюшка Передачу В программе Время По первой программе Там в Осетии Один ученик Все учится На него Тратят Больше миллиона Рублей И Все это Передают Путину И там Ответ идет Что Малые Вот эти Малокалиберные Как они Малокомплектные Школы Что вообще Не трогали Что бы Все на месте Осталось И там Объясняют Почему Ну то что читали Ну только Пократче Все это Это разговор Только что Не трогать Трогает Везде Везде Трогая Сограничает Ну можно В школах Сделали так Что учителям Зарплата От количества Учеников Там Учитель Они Остались У нас сейчас Два ученика Остались Было Три Учителя Они Пожалуйста Делите На троих Ну что положено На двух Учеников Получайте Делите На троих Они Не против Что Были Трое Получается Совсем Мало Да Ничего Ничего По тысяче Может быть Там будет Или Даже А Вон Они Как Ну вот И все Пожалуйста Не Боже То есть Если Ты Патриот То Это Конечно Будет Ну да В сельских местностях Учителя Выживают В основном За счет Пособных Хозяйств Своё Что есть Хозяйство Только так А так Какая Даже Получают Некогда Десять Тысяч Даже Ну что Это Сегодня Десять Тысяч Ничего Какие Десять Тысяч Даже Купить Что-то Я Вчера Пошел Набрал Продуктов Крупы Взял Макароны Что-то Взял Сыр Еще Тысяч Восемьсот Это Сыр Потянул Я Плавленый Сырок Беру Четвертая Часть Пенсии Нам Это Хватит На Три Недели Нам Это Хватит Ну Это Нормально А Сыр Ну Остальное Своё Домашнее Что Там Лук За лук Спаси Христо Барашки Своё Ну Барашки Там Кому надо Заказывай Ну Все Кому Еще Какие Вопросы Есть Что Еще Интересует Вас Нам Как Николе Чудотворцев Как бы Спасти Душу Не Более Чудотворцев Ну Да Ведут Есть Акафис Ты Есть Бери Акафис Каждый День Встанешь Прочитай Это Самое Будет Действенное Тебе Это Очень Действенное Потому Что Это Испытанное Уже На практике Многовековой Практике И Это Не Только А у Нас Когда Мама Была Живая Мария Егоровна Наша Наша Мама Потеряевки Она Канон Святителя Николи На память Знала И Потеряевки Потерялся Теленок Не Могут Найти Три Дня Приходят Там Значит Мария Егоровна Помолите Теленок Потерялся Она Открывает На Славянском Языке Там Деревянных Корках Это Канонник Там Кожаный Старинный Еще Старый И Она Опять Надевает Двое Очков Плохо Один Гас Совсем Не Видел Второй Двое Очков И Пошла Она Опять Святитель Николи Закончила Только Канон К ней Прибегает Уже Нашелся Теленок Все Был Случай Такой У нас Переехали Когда Во Фрунзе Туда В Киргизию Мы Жить Вот Мы прожили Уже Почти Два Года Потом Отца С матерью Перевезли И У нас Была Собака Игнатий Тихонов Где-то Там Щенка Взял Вот Они Чистопородные Она была Там Смесь По-моему Овчарки С лайкой Что-ли Но он Вырос Вот Такой Вот Был Марс Здоровенный Такой Омный Хороший Омный И отец Приехал Когда Отец Жил У меня Где-то Полгода У нас Жил В доме И он Полюбил Его Так Полюбил Отец У него Все Видит Отец Любил Собак Он Всегда Собаки У него Были В доме Без собаки У нас Никогда Не было Отца Разные Собаки Были А я Ограда Была Ворота И я Всегда Его На ночь Отпускал Он По ограде Бегает Там Забор Ворота Утром Встаю Его Нету 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 Я на велосипеде По деревне Там Вечером Там Утром Рано Кричу Марс Марс Но Откликнется Где-то Нет Нигде Неделя Проходит Вторая неделя Идет Отец Перестал Есть И пить Заскучал Лежит На кровати Вернулся И Не встает Даже Думаю Все Отец Помрет А мать Встанет И опять Помолится Опять Книгу Открывает Святитель Николаю Молится Святитель Николаю Найдется Он придет Святитель Николай Его приведет Такая вера У них была И я Уже был Ноябрь месяц Начался И Выпал Снежок Я утром Рано вставал На работа Она была И Слышал Что-то в ворота Скребется Ворота Открываю Марс Стоит Возле калитки На нем Ошейник И цепь Такая цепь Кованая цепь Вот такие вот Кольца Крепкая цепь Ее Трактором Не порвать Он с этой цепью Цепь длинная Метра два С лишним Вывал Где-то И он Я его так цепью Завожу В комнату Отец Спит Я отца Помаленько Он отвернулся Как он Увидал Маша Встал Рукой Обнял его Целует И все Отец Встал Давай Все Завтра Завтракать А мать Спокойно А я Говорит Знала Что Святи Николай Его приведет Вот такая вера Святи Николаев Не надо ездить Куда-то там К ребрам Прикладываться В молитве Прикладываются К нему В молитве Это скорый Помощник Всем Это Я только близкий Который У нас уже Я привел пример А сколько примеров В мире Когда он Помогал Не надо Прикладываться Без ребер Чтобы Вера Господа Иисус Мы молимся Не то что ему Святитель Отче Никола Моли Бога О нас Это как Молительник Помощник Нам в молитвах Вот и все Чтобы такая вера Была В наших Ребрах И в сердце Вот когда будет Такая вера То не надо будет Ездить Никуда Никаким Ребрам Прикладываться Я была маленькая Но мне Помог Николай Чедотворец Меня спас Когда Не погибло Нависло Уже Над Нет Над большой Рекой Нашины Там был Это шел Гедокон И я стояла И обвалилась И я только Он повернулась Схватилась За край И висела Там А там Такой шум Чуть по ногам Там уже Это И смотрю Какой-то дедушка Идет И идет Так И улыбается Думаю Еще и улыбается Я тут погибаю Он улыбается И он Не доходя до меня Лег И ко мне Пополз 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 Думаю Еще и ползет Так медленно Мне кажется Я там кричу И он Меня так Берет за руки И опять Пополз 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 И как только Меня оттащил Это упало Вся Снова Обвалилась Берег Берег Да Он такой Обвалился И я пока Думаю Новое пальто Я пока Отряхаюсь Смотрю Нету нигде Давай искать Думаю Где-то я вот Дедушку этого видела Где-то уже взрослая Когда была Уже 40 лет Мне было Я вспомнила Потом Что это он Меня спас Ну пожалуйста Я в Тобольске служил Мне было 7 лет Рассказывали Случай Как один татарин На доженавных Житиях Это описывается Может быть Он Тонул Когда и Ледоход был Он Как попал Там и Тонул уже И Он молился Русский Святой Он слышал Помоги мне И Явился Спас И потом Он пришел в храм Благодарил И обратился Стал христианином Татарин Чудеса Такие чудеса были Не надо никуда далеко ездить Если в сердце У тебя есть вера Богу И в Бога Тогда не надо далеко ездить Она всегда Она в любом месте Господь может чудо совершить И здесь явить Такие чудеса Ну все Продолжайте Спаси Христос Спаси Христос Батюшка Все понятно Продолжайте А как Истепит Троги Смени брата Брат почитает Толкование На сегодняшний Евангельское чтение После сих слов Истинного Бога И посланного Тобою Иисуса Христа Толкование Сказав ученикам Что они Иметь будут Скорби И убедив Их не унывать Вывели бы их сюда Пусть они тихо послушали Тоже это нужно Постоянно Каждый раз Одно и то же Толкование Толкование Сказав ученикам Что они Иметь будут Скорби И убедив Их не унывать Ближе Господь Ободряет Их еще Молитвою Научая И нас В искушениях Оставлять все И прибегать К Богу Иначе Настоящие слова Суть не молитва Но беседа С Отцом Если в иных случаях Матфея 26.39 Он молится И преклоняет колено То не удивляйся сему Ибо Христос Пришел не для того Только чтобы Явить себя миру Но и для того Чтобы научить Всякой добродетели А учитель должен Учить не словами Только Но и делами Желая показать Что идет Настрадание Не против воли А по собственной воле Говорит Отче Пришел час Вот Он желает Этого Как чего-то приятного И предстоящее дело Называет Славою И славою Не своею только Но и отчью Так и было Ибо не сын Только прославился Но и отец Ибо прежде Креста Его не знали Даже иудей Как сказано Израиль Меня не познал Исайя 1.3 А после Креста Вся вселенная Притекла К нему Показывает И то В чем состоит Слава Его и Отца Слава Божия В том Чтобы Уверовала И была Облагодетельственна Всякая Плоть Ибо Ибо Благодать Не ограничится Одними Только Иудеями Но Прострется На всю Вселенную Сказал Это потому Что намерен Был послать Их К язычникам Чтобы Они не Почли Этого Нововведения Неугодным Отцу Он Объявляет Что власть Над всякою Плотью Дана Ему От Отца Прежде же этого Он Говорил Им На путь К язычникам Не ходите Матфея 10.5 Что же Значит Над Всякой Плотью Ведь Не все Уверовали Но Христос Со Своей Стороны Старался Всех Привести К вере Если же Которые Не Принимают Его Ибо Давать Жизнь И притом Вечную Может Только Бог Назвал Отца Единым Истинным Богом Для Отличия От Лжеименных Богов Языческих А не Отделяя Самого Себя От Отца Прочь Такая Мысль Ибо И Он Будучи Истинным Сыном Не Может Быть Богом Ложным А есть Истинный Бог Как Этот же Самый Евангелист В Соборном Послании Своем Говорит О Господе Иисус Христос Есть Истинный Бог И жизнь Вечная 1 Иоанна 5 20 Если Еретики Настаивают Что Сын Есть Бог Ложный Так Как Отец Назван Единым Истинным Богом То Пусть Знают Что Этот же Самый Евангелист Говорит О Сыне Был Свет Истины Евангелие Таана 1 9 Уже ли же По их понятию Отец Есть Ложный Свет Но Нет Прочь Такая Мысль Посему Когда Называет Отца Истинным Богом То Называет Его Так В отличие От Ложных Богов Языческих Подобно Как И в Словах Славы Которые От Единого Бога Не Ищите Евангелие Таана 5 44 По понятию Еретиков Выйдет Так Как Отец Единый Бог То Сын Вовсе И не Бог Но Такое Заключение Поистине Безумно Евангелие Таана 17 4 5 Я Прославил Тебя На земле Совершил Дело Которое Ты Поручил Мне Исполнить И ныне Прославь Меня Ты Отче У тебя Самого Славою Которую Я Имел У тебя Прежде Бытия Мира Я Открыл Имя Твое Человекам Которых Ты Дал Мне От Мира Толкование Ибо На небесах Он Был Прославлен Будучи Поклоняем От Ангелов А земля Не Знала Его А как Сын Всем Возвестил О нем То и Говорит Я Прославил Тебя Посеяв Богопознание По всей Земле И совершив То дело Которое Ты Поручил Мне Ибо Дело Воплощения Единородного Было Осветить Нашу Природу Низвернуть Миродерца Который Прежде Которого Прежде Боготворили Насадить Богопознание Между Тварью Какое же Он совершил Это Когда еще И не начинал Простите Как же Он совершил Это Когда еще И не начинал Все Говорит Что мне Нужно было Сделать Я совершил Да Он сделал То что Больше всего Всадил Нас Корень Добра Победив Дьявола И Самого Себя Предал Всепожирающему Зверю Смерти А от этого Корня По необходимости Пойдут И плоды Богопознания И так Говорит Я совершил Дело Потому что Я посеял Посадил Корень А плоды Вырастут Естество Плоти Еще не было Прославлено Так как Оно Не сподобилось Еще не тление И не приобщалось Царского Престола Посему Та и Говорит Прославь Меня То есть Мое Человеческое Естество Которое Теперь Не в чести Которое Будет Распято И Возведи Оно В ту Славу Которую Я Слово И Сын Твой Имел У тебя Прежде Бытия Мира Ибо Естество Человеческое Он С Собою Посадил На Престоле Царском И Теперь Поклоняется Ему Всякая Тварь Далее Я Открыл Имя Твое Человеком Но Мы Много Раз Говорили Что Если Тогда Имя Божие И было Известно То Одним Только Иудеям И Притом Не Всем А Теперь Говорится О Язычниках Что Им Будет Известно Имя Божие Так Как Христос Дал Уже Семена Богопознания Низложив Дьявола Весшего Идолослужения И Иначе Если И знали Бога То Знали Не Как Отца А Только Как Творца Но Сын Возвестил О нем Как Отце И словами И делами Дав Знать О Самом Себе А Кто Доказал Сам О себе Что Он Сын Божий Тот Очевидно Вместе Собою Дал Знать И Об Отце Евангелие От Ана 17 Глава 6 8 Я Открыл Имя Твое Человекам Которых Ты Дал Мне От Мира Они Были Твои И Ты Дал Их Мне И Они Сохранили Слово Твое Ныне Уразумели Они Что Все Что Ты Дал Мне От Тебя Есть Ибо Слова Которые Ты Дал Мне Я И Уразумели Истинно Что Я Ишел От Тебя И Уверовали Что Ты Послал Меня Толкование Господь Хочет Утвердить Две Мысли Одну Ту Что Он Не Противник Отцу А Другую Что Отец Хочет Чтобы Они Веровали Сыну Ибо Кто Верит Христу Тот Сохраняет Слово Божие То Писание Закон Ибо Писание Возвещает О Христе Ныне Говорит Ученики Мои Узнали Что Я Не Имею Ничего Особенного И Что Тебе Я Не Чужой Но Что Все Что Ты Дал Мне Дал Не Вдар Как Созданию Какому Нибудь Ибо Это Не Приобретено Мною Есть От Тебя То Принадлежит Мне Как Сыну И Лицу Властному Над Тем Что Принадлежит Хотел Утвердить Ту Истину Что Он Не Противник Богу Но И 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 Лапкин Почему Развитие Церковной Жизни В Православной Церкви Пошло Не По Слову Божию А Через Бесконечные Наслоения Вымыслов Какие Силы Были Положены На То Чему Нет Никакого Оправдания В Библии Если На Священнике Нет И Петрахили Поручи Или Еще Чего То Все Остановится Служить Нельзя А Библии Нет Тысячи Лет И Все Строгости Какие Бог Высказал Относительно Слова Божия Все Угрозы Касающиеся Сокрытия Хотя Б Единого Слова В Священном Писании Все Это Переложили На Богослужение От Которого Теперь Нельзя Ни Отнять И Ни Прибавить Чего Проще Было Бо Сегодня Собраться Всем Вместе Даже В Одной Епархии Когда Священники Съезжаются На Исповедь И Каждому Бо Из Них Поставить Вопрос Верят Ли Они В Бога И Слово Его Проповедуют Ли Чисто Евангелие Или Насаждают Вымыслы Человеческие В Послом Не Ужели Нет Ни Одного Прозорливого Христианина Который Мог Бы Так Поставить Вопросы И Нелюбовь К Христу К Библии Определить Как Духовную Гибель И За Все Что Было Говорено Вопреки Слову Божию На Всех Наложить Анафему Апостол Павел Клятвою И Страшными Угрозами За Изменение Истинного Благовестия Грозит Даже Небу И Всем Апостолам Своим Соратникам Ибо Кто Верит Христу Тот Сохраняет Слово Божие То есть Писание Закон 1 Коринфянам 16 22 Кто Не Любит Господа Иисуса Христа Анафема Марана Фа Галатам 1 8 Но Если Бы Даже И Мы Или Ангел Или Ангел С Неба Стал Благовествовать Вам Не то Что Мы Благовествовали Вам Да Будет Анафема Галатам 1 9 Как Прежде Мы Сказали Так И Тебе Еще Говорю Кто Благовествует Вам Не то Что Вы Приняли Да Будет Анафема Ибо Кто Верит Христу Тот Сохраняет Слово Божие То есть Писание Кто Не Сохраняет Слово Божие Тот Оказывается Не верит И Христу Хотя Бы И Казался Верующим Евангелие Атеана 17 Глава 9 10 Стихи Я Я О них Молю Не О Всем Мире Молю Но О Тех Которых Ты Дал Мне Потому Что Они Твои И Все Мое Твое И Твое Мое И Я Прославился В них Я Толкование Я Прославлюсь В них Как Владыка Подобно Как И Сын Царя Имею Равную С Отцом Честь И Царство Прославляется Тем Что Имеет Столько Сколько И Отец Итак Если Бо Сын Был Меньше Отца Он Не Осмелился Б Сказать Все Твое Мое И Господин Имеет Все Что Принадлежит Рабу Но Раб Не Имеет Всего Что Принадлежит Господину Здесь Же Он Обоюдно Усвояет Отчие Сыну А Сыновье Отцу Итак Сын Прославляется В тех Которые Принадлежат Отцу Ибо Он Имеет Столько Же Власти Над Всеми Сколько И Отец Евангелие От Иоанна 17 11 Я Уже Не В Мире Но Они В Мире А Я К Тебе Иду Отче Святой Соблюди Их Во Имя Твое Тех Которых Ты Мне Дал Чтобы Они Были Едино Как И Мы Когда Я Дает Им В Хранителя И Затем Говорит Отцу Так Как Ты Призываешь Меня К Себе То Храни Их Сам Во Имя Твое То То Твоею Помощью И Силою Которую Ты Дал Мне В Чем Же Хранить Чтобы Они Были Едино Ибо Если Они Будут Иметь Любовь Друг К Другу И Не Будет Между Ними Разделений То Они Будут Непобедимы И Ничто Не Одолеет Их И Не Просто Чтобы Были Едино Но Так Как Я И Ты Им Имели Одно Мудрствование И Одно Желание Ибо Единодушие Вот Их Охрана И Так Чтобы Утешить Их Он Умоляет Отца Хранить Их Ибо Если Бы Он Сказал Я Буду Хранить Вас Они Не Так Глубоко Поверили А Теперь Когда Он Умоляет За них Отца Он Подает Им Твердую Надежду Еще у кого есть слово Людмила Степановна Коротко О своей поездке А я же рассказывала Вы рассказывали уже Да Ну все тогда Так Еще у кого есть слово Игнать Тихонович На этой неделе Мы маленько что-то сдвинулись По делам Которые были в лагере Я вам говорил Что посылал К люди Они попросили Они католики Из Испании Ровно два месяца шло Погромче 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 Ее звать Ерма А она Католичка И муж Видимо Она Витовка Из Литвы А он Видимо Испанец И они На нашем сайте Многое брали Они уже Православные Считай И вот Все эти книги Она заплатила Полную стоимость Ровно два месяца День в день Дощи до Германии Стояли-стояли целый месяц А в Данию Отправил Простояло Сколько-то месяц И вернули назад Не пропустили Не объяснили Ничего Мы объясняли Что значит Бесполезное дело Хуже Дании Я не нашел Никого Ну и вот здесь Они Прошло время И они опять Собрались Одна Она сделала С мужем Прислали денег 20 тысяч Мы сразу Поехали С Сергеем Тут Мелочи Где продают И купили Два этих аппарата По 4 конфорки И на неделю Отвезли По 3 Духовой шкаф Видите Как Бог делает А ниоткуда Ничего нету И вдруг Раз Есть Я обращаюсь Ко всем Что слово Лагерь исчезло Но у нас Другое Идет работа По подготовке Принятию детей Мы приобрели Несколько домов Из-за домов Уже Там Дескать Вы взяли Эти дома Тут приезжают Люди Жить негде Брошенные Мы едва Едва Там эти Царники Убрали Пробились Неделю Бились А потом Еще месяц Строили Я объясню У нас нет Нынче Спонсора Называемых По лагерю Все годы Мне помогал Один человек Звайте Елена Я только Напишу Раньше Было Я Смотрел Что мне Надо Муки Ну и Организация Муку Продает Я заходил Просел И откликались А то мешок То два А здесь Я всегда писал Кто Бутылку масла Кто две А здесь Я писал Сразу Муки 12 мешков По 50 Килограмм Манки Два Соли 60 Килограмм Там 120 Килограмм Растительного Масла Проходит Дня два Машина Подходит Разружайтесь Это бы Один раз Два раза Ну Помолиться Надо В этом году Нету И при том Встреча У них Сейчас так Не встречаешься А узнай Их Там Как писать По интернету Написал Скинул И они В прошлом году По интернету И опять Выполнили Но Нынче Я это Сделал Ответа Нет Надо Сережа Съездить Туда Узнай Будут Они Оказывать Помощь Или Нет Но Видите Я все Вспоминаю Как Это Убого Вымерено Там Был Директор И Когда Этого Директора Убрали А Ее Поставили Эту Елену На Его Место А Он Тоже Расположен Был Но Не Так И Он В Долги Давал Кому А Теперь Что-то Началось Перетрубаться Там И Долги Ему Не Отдают А Должники У нее Другие Организации По краю Он Со мной Поговорил А вы Могли Бо Их Устыдить Послал Бо Меня Проповедовать А я Бо Надавил На Них И Они Бо Ему Долги Отдали А я Бо Вам Что-то Дал Но До Дела Не Дошло Видимо Ован Не Совсем Хотел Давать Что-то Для Лагеря Я Так Думаю У Бога Это Вымерено Но Она Давала И Нынче Нигде Нет Помолиться Если Нет Надо Покупать А Поэтому Я Обращаюсь Ко Всем Я Не В Он Уехал Уехал В Прошлем Году Я Только Сказал О Сахаре Он Сразу Два Мешка Или Три И Пилу Купил Которая Такая Пила Трещит Дружба Или Как Называется Надо Ему Сказать Кто Может Потому Что Я Съездил На Неделю Увидел Подготовка Идет Быстро Потому Что Приехал Михаил Михайлович Кальмаев Из Темиртау Он Все Знает И Уже Фактически Мы Можем Принять Десять Допустим Одиннадцать Девочек Сразу Одиннадцать А только В одном Доме Примерно Столько Мальчиков В другом Доме Третий Домик Подготавливаем Для сестры Галины С девчонками Мальчика Забираем Север А то Там Где Малитина Рая Была На углу На углу Там Сейчас Летнюю Кухню Ремонтируют Все Вначале Видимо Уже Женщина Одна Пишет Энурьес Знаете Что Это Человека Бывает В малом Возрасте Под старость Бывает Недержание Мощи Бывает Днем А бывает Мощи И у нас В утепке Говорится Что таких Мы не принимаем А что делать Но это далеко И она И она сразу Это не сказала А я уже дал Ей адрес С Красноярского Края Я сказал Можно Почему Потому что У меня Еще запасные Домики Есть Там конфликт Был в прошлом Году Из одного Домика Там построился Наш А его Стали С той Территорию Режимать А пар На другого И он Растерялся Сколько Стоит 150 Тысяч 150 Он уже Вложил Уже Построил Я не буду Говорить Кто еще Ну в потеряйке Там легко Кто Пойте Рассуется Узнать И конфликт Прям настоящий Конфликт Я разбираю И с места Не сдвигаются А для чего Мы собрались Если мы ничего Не решаем Я ему говорю Так Ты его Продашь А на эти Деньги Построишь Ты согласен Согласен Ему лишь бы уйти И получить Территорию Я ему тоже 150 Дал Учитывая Что у меня Пенсия 6,5 тысяч Явное дело Что Бог Бог Все это делает И у нас Он стоит Оноенечко Не оконченный Но мы туда Уже Один из двух Этих аппаратов Завезли Кухонное Ходовение Будет И теперь Эту женщину Такой может Еще будет Карась Туда А там Ну все Это С аллофаном Обтянуто Будет И рядом Озерко Стирать Вообще Замещательно Видите Как у нас Дела-то складываются Можешь не говорить Все равно не услышу Даже скажу Я этим ухом Слышал А поехал Дорогой Разжарил Я в эту руку Подставил Все высчитал Как паруса На корабле Ветер бьет сюда И сразу на меня Не то и надо И прямо в ухо Приехал Ухо не слышит Завтра Завтра в краевую больницу Виктор Андреевич Может пробка Какая-то Совсем Даже аппарат Вставляю Не слышу Полностью Воспаление Может и это Не болело Воспаление Это попутно сказать Значит я говорю Что Круто Посмотрите В городе Поищите Такие магазины Где И расскажите о нас Возьмите визит Кидайте Люди Мы не знаем Где найдется Посмотрите Как Бог делает Мне помогал Директор Ликероводочного завода Пальтайлер Роберт Робертович Вы слышали Этот рассказ Как мы сидели Говорили Оказалось Тут Голубятник А Голубятник Этот У меня близкие Знакомые были С этим Главным банкиром Края Песоцкий Владимир Пелимонович А он вывел Как раз На тот Упомогала Елена Само То есть Не само От Бога Голубь Один голубь Куда вывел Значит Нам нужна помощь Как это будет Не знаю Просто молимся Но вы не сидите Вот поговорили А я молюсь Я сижу Молись и делай Вот я попутно Хотел сказать Вот у нас Люди есть такие Как только Вот Виктор Андреевич Стал говорить Идут в храмы Патриархийные Вы видите Какой там беспорядок Сразу человек Встает и уходит Слово Патриархии Для них как язва А почему Там у них или Кто-то родственник Или кто-то погибает И они не допускают Это чистая Иудейская форма А какая Очень простая У них как будто Всем дан указ Никогда никому Не разрешать Плохо говорить Об евреях Она ничего не знает Она пешка Настоящая Не соображает Но она услышала Что евреев Не хвалят Кто-то сказал А евреи Там всю страну Ограбили Она сидит Такая тихонькая Полумертвая Сразу она Жила Да как вы смеете Из нее столько полезло Вы даже не догадаетесь Вот здесь точно такая же Там Это мания Преследования Евреев гонят А здесь гонят Патриархию Гонят Ты в интернет зайди Бывает безразличие Говори Не говори А у меня разницы нет В патриархии Как будто Всеобщая ненависть Лютая ненависть Люди ждут Только сигнала Спичку Чтобы все разгромить Все храмы опрокинуть Эта ненависть Кажется Со времен Советского власти Не была Там поп задавил Двоих На машине Почему они Баптист задавил Не харизмат Торговля Публикуют Соприна Где эти свечи Грязь отпускают Сколько Миллиарды Почему они Баптисты Доргуют Другие А люди понимают Что это бизнес Это несовместимо Не можете Служить Богу и мамоне И поэтому люди Так реагируют На это слово Я тебе скажу Какая вера Она там патриархийная Выходит человек И говорит Бесовская И кто говорит Правая рука Патриарха Кирилла Он по писанию Говорит Кто Дмитрий Смирнов Бесовская вера У нас осталась Только Вот сравнивая С мусульманами Мы даже рядом Не годимся А то земля Будет одна На другим Ты загляни В интернет Выступает Что Осип Об этом говорит Выспускает Материалы Сейчас с этими Мощами Что делает Я такого материала Не знал И выписку взял Из Григория Низского А это родной брат Василия Великого Святой И он говорит об этом Бог не установил Это чтобы резали Как будто сегодня Сказанное Ну Осип профессора Все знают У него статьи хорошие Выступает Где он Сидит Задумается И скажет На кого ему похоже Нас ни с кем Нельзя сравнить Златоуст сравнивает Что со скотиной Нельзя Если лев Ну там Злоба у него Змея только жалит Там шакал Кусает Леса хитрит А в человеке Все С кем Говорит сравнив С демонами Нет Демон Ни сребролюбивый Ни блудник А это все Совместилось Это в Златоусте В четвертом веке Говорило православных Никакой патриархии То не было И вот эта Болезненная Реакция Когда говорят Это говорит о том Что Человек Находится В пропасти Откуда известно Вторая книга Параллипоменон 25 глав 16 стих Себе запишите И заучите Если о нас Говорят плохо Это означает Хорошо Враги нам Лучшие друзья Я вижу Как только заговорили На знаниях Сразу Скакивает Гляжу Все уже Понятно Все время Один-два раза Но все время Почему Там или сын Или дочь погибает А я узнаю Оказывается Так и есть Поэтому Кто имеет Близкие отношения С этим человеком Помогите Выйти Ты наоборот Должен выслушать Я им советую С патриархином Пойти к Невзору Александру Глебовичу Ну и с братом Щаплина И прийти к нему И сказать Ну они его объявили Вне закона Он-то их трепет Везде Выскажи нам Все недостатки наши А мы на Синодии Обсудим это дело Вы сами Это слепые Не видите Первое Что он откажет На вашу жадность Корысть И трусость О чем Краснов Левитин говорил На шесть срока Подсидел Церковный историк Православный Что у меня было У нас еще урон был За зиму Просто серьезный урон Я много вложил За два с половиной года Я вложил В Потеряевке Миллион Рублей Дороги Дома Дамбы Грави Это все это такое Это и бобры Пять фактически Пять прудов Нарушили Если так разбирать Там четыре А другие меньше Но которые Серьезно повредили Я пошел В одном месте Позвонил Сергею Сказал Найди охотника Это не Он не в красную книгу Занесен бобер А никогда раньше Их не было у нас Ну что делать Ловите капканами Пошел капканы покупать Пошел Звонил Звонил Гоголя 144 А 144 Я жил на квартире Там Вот интересно Как вот Все Убого Это все Вымерено Теперь у меня Все воспоминания Иду мимо А это почти До Челюскинцев Отсюда пешком Пока я туда Доковылял А пока обратно А капканы такие Двумя коленами Не могу разжать Если по руке тяпнет Так и без руки останешься Это не суслин И конечно Надо там Сыпочки Что делали Я Дробота Андрея Написал Не ответил Он раньше Делал на капканы Я взял Позвонил Охотсоюз А где это Такое Такое Они все разузнали Хорошо Представителя Мамонтовска Мы к вам пришлю Я теперь Не знаю На добро Или на худо Но позвонил Но невозможно Еще делать Но нынче Я опять думаю Нанимать бульдозер Все выправлять Я на полпути Не брошу Опять начну Не до конца Разрушен Дамб И только Которые Здесь В одном месте Где Чтобы было На первом мостике Мне нужно Сейчас приготовить 100 свай Свай Забить Осмолить И проще Меня не будет С детьми Я предупредил Всех Ты в деревне Будешь Помогай Ты тоже был Знаешь Маленький Где-то С детьми Искупаться Там Все Они Дети Лидович Вот о чем Я хотел сказать Поблагодарить Бога За эту Ирму Ирму Назвать ее Мы тогда Сняли Сергеем Как нам Продают Деньги Ощиты 20 тысяч Ровно Два аппарата 20 тысяч Как будто Ждали И как Мы отвезли Потеряевки Разгрузили И все В интернет То есть Мы доказываем Показываем Что Деньги В нас Внутрь Не пошли Мы Для других Это делали Так что Нынче буду Видимо Нанимать Бульдозер И Может быть Даже Андрюша Я поищу Это Драглайн Вот так Забрасываем Экскаватор Тащит Себе Как На канате Где-то Но в прошлом году Мы не смогли Сделать Но Прошлогодний Пруд Южный Красота Это надо Увидеть Просто было Ровный Вал Вокруг Искусственно Сделано Где-то И с одной Стороны Березняк Растет Белый Белоствольный Берез А дальше Начинается Зеленый Осинник Идет А с этой Стороны Большие Стоят Хлен Это надо Увидеть Это все Уже Выставлено Так Я говорил О Раньше Еще Вы сами Это сделаете И мне Как-то Позвоните Еще Фактически Почти Две Недели Может быть Как-то Что Мука Крупа Все Что есть Растительное Масло Там Соль Нам Не конфеты Нужны Я Что Видел Про то И говорил Вот Мощи Привезли И Показывают Мне Сразу Сбрасывают Разные Люди Как Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Поклоняется Собощам Николы Ребро Николы Привезли Ребро Как Это Иоанна Крестителя Ключица Одна Ключица Оторванная Оторвали Голову То Не могут Найти А Как Паши Паши Не пахать Это Звание Такое У него Губернатор Или Царь Пашар И вот Подходит Путин Идет Интересно Впереди Три охранника Охранники Крепкие Могущие Ребята Все Одинаково Одетые Он Идет С этой Сзади Охранники Идут Одинаково Форма Одетые Мужчины И Хорошо Мало Еще Он Из Алтаря Застрелит Нашего Президента А мы За нем Молимся Чтоб Покушения Не было И Идут Видимо Протодиаконы Какие Здоровые Ребята Видимо КГБшники Как правило Такие Бывают Чего бы Он Доверял И Вот Он Подходит И Крестится Вот Раньше Я Ставил В пример Его Как Он Крестится Крестился Вот Так Вот А Здесь А Патриарх Вот Так Крестится Вот Так И Руку В карман Стоит Или Под вышку Кто Кого Развратил Путин Точно Так Ставит Полиция И Стоит Вот Так Вот Пистолет Щипает С той Стороны Ноган Бывает Я Посмотрел Вот Я Больше Пример Ставить Не могу Он Попал Под Худое Влияние К Нам Не Приехал Мы Его И Видели Во Сне Это От него Зависело Так Я Объявление Дал В газету А Лагеря Нельзя Давать И Надо Дать Я Вот Так Составил Как В прошедшем Времени И Ныщий Ищем Был В Алтайской Правде Приняли Так Гарри Там Какой-то Генрихович Лор Кажется Такая Фамилия Такая Интересная Вот Вещерний Барнаул Мы Заехали Отдали И Свободный Курс Три Примерно Три Могут Быть Там Татьяна Александровна Я Алтайку Не Получаю Так Я На Вас Надеюсь Вы Сигна Где-то Что-то Находите Я Говорю Я Алтайской Правда Не Получаю На неделе На этой неделе Должу Появиться Где-то Из газеты Надо узнать Напечатают Они или нет Объявление Дали Но Не знаю У меня Неприятное Случилось Вот Телефон Вот Такой Вот Какой У меня Есть Отказала Работать Вибрация А почему Оттуда Симку Вытаскивали Не Нужно Было Это Сделать И В В Обратно Вернулись А Без Вибрации Я Не Слышу Он Лежит И Притом Гаснет Я Сегодня Поговорил Виктора Отдал Он Посмотрит Кто Знает Как Это Делать Подойдите Ко Мне Это Мне Уже Новый Подарили Опять Раз Он Сломался Теперь Он Вибрирует И Без Вибрации Оно Мет Весет Я Тут Здоровый Открываю Значит Это У меня Какие Тут Были Так На Неделе Мы Все Добили Встретились Священником Которого Патриархии Избили Дионисий Он Лежал В реанимации Никто Не знал Живой Или Будет И Наконец Его В палату Перевели И Мы С Сергеем Там Были С ним Была Женщина Но Она Такая Худенькая Как Галя Щелка Подстрижена Кто Сергей Жена Его Жена Я Не подумал Что Это Жена Она Сама Стала Фотографировать Первая Потом Мы Сфотографировали Он Никак Я Смотрю Глаз Видели Все Заплывшее Кровью Засохшее Когда Он Упал Сзади Его Глушили Бита Железная Палка Играют Биты Она Как Чугунная Никакой Амортизации Не дает Его Сзади Ещё Его Пнули Раза Два В лицо Говорят Тех Хулиганам Задержали Из-за Чего Я До Этого Пошел Дмитриевскую Церковь Священник Я Скажу Отчего Правда Никто Не Знать Его Я Грубитые Удары Да Откуда Знать Я В первый День Я Уже Знал А Он Думает Секрет Какой А Он Служил В какой Где-то Антонио Печерского Знаете Где Он Потеряевки Был Не раз Скажется Он Очень Хорошо К нам Относится С ним Фотографировались С архиереем Приезжали И Теперь Мы С ним Поговорили Я Ему Говорю Вот Я Все Время Во Все Вижу Тайну Тайна Мне Непонятно Почему Именно Так Почему Именно Испания Почему В Испании Нашелся Человек Который Больше Всех Нам Помог Я Начинаю Смотреть И вдруг Нахожу Ага Вот Я Как С Испанией Связан Вот У меня Книги Все Разного Цвета Все Вот Если Книга Вот Эта Дается Смотрите Как Вот Белый Корешок И Буквы Это Картина Потоп Другая Точно Тоже Но Уже Красная А Вот С Этого Момента Уже Сам Корешок Весь А Цифры Белые Здесь Все Разного Цвета Ну Смотрите Мусульмане У них Зеленый Плаг Зеленый Евреи Любят Золото Вот Она Золотая Но Вдруг Не Оказалось Там У них Другого И У меня Получилось 17 Том И 28 Одинаковые Вот Только Две Одинаковые Книги Из 30 Я Все Время На них Поглядывает Пришел В типографии Нет Другого 28 Не Было Вот Мне Одна Жен Уже Была Ну Какого Цвета Я Не Могу Сказать Надо Надо Она Сидит Я На Нее Посмотрел А У Ногти Крашены Вот Такой Вот Сиреневый Вот Я Грую Как Ногти Вот Такой Сделали Видите Каким Светом Я Теперь Понял 17 Полиция К нам Приехала Это Сегодня Думаю 17 18 Я Закрыл Лагерь Расформировал А 28 Суд Это Мне Напоминание Когда На книге Буду Смотреть Что Мы Пережили В Прошлом Году 17 Полиция Дети Бежали В ночь Раздали А 28 Суд И суд Проиграл У них Такого Не Бывало А Они В Прошлом Году Что Там Какая Это Цифра Ужасная Цифра Сколько Закрыли Лагерей Екатеринбург Все Данный Лагерь Закрыли Штраф Миллион Полтора Миллиона Но Тут Не Рубля И Они Нас Просто Так Не Оставили Но Теперь Я Спрашиваю Нашим Юристам Могут Они В Дома Нет Беззакония Всякое Могут Нанять Как Говорит Так Вот Так Кто Не Может Быть Наняты Были Вы Знали Что К Нам Хорошо Относят Долбанить Его Чтобы Отстал От Них Я Уже Говорю Так Просто Не То Что Знаю Вот Так И Мы С Ним Поговорили Я Говорю Вы Отец Дионисий Додумайте Зачем Вы Оказались Здесь У вас Время Есть Думай Он Начальник Миссионерского Отдела Алтайской Партии А я Считаю Миссионерский Отдел Это Дыра Преисподнюю Там Ничего Нет Миссионерского Это Обман Благовестники Есть Они Даже Не Знают Что Это Такое Это Обман И Он Батюшка Вчера У него Был Он Выходит На Улисы И Он Ему Это Сказал О Нашей Беседе Ты Ко Мне Зайди Мы Устно Восстановим Как Он Говорил Ему На Пользу Я Думаю И И И Сказал Задуматься Это Мне Батюшка Вчера Передал Отец Акимкин Уходил Вот Что У нас Было Вот Всему Научаешься Мы Потеряки Эту Дамбу Делали Когда Храмовый Прут И Дерево Надо Валить А там Шерш И Мы Ничего Не Могли Сделать Подойти Нельзя Ты Шерш Это Не Пчела Если Она Ужалит Как Барабан Рука Целую Неделю Тогда Мы Дождались Вещера Принесли Туда Бензину И Туда Щеркнули Бросили Сами Скрылись И Гнездо Это Спалили Еще Подошли Туда Посмотреть А там Сова Сидит Сова Большая Такой Глаз У нее Прям Ну Я Не Она Хорошая Она Мышей Ловит Ну Сейчас Поехали Вот На Неделе Я Не Вытер Побегу Как Она Там Она Видать Сидела Уже Не На Я Я Только Слонился Я Не Видел Где Слышу Как Дала Мне По Спине Но Не Когти Как Она Через Мой Костюм Вот Этот Заплат Пробила Пробила Его И Оставила На Спине Я Только Успел Чуть 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 А Я В Воду Не Улетел Туда А Там Я Загнул Четыре Совенка Мохнатые Сидят Она Как Ну Я Заснял Это Тоже Будет Стоять Я Из Этого Тоже Сделал Вывод Как Она Детей Своих Любит Один Выводы А Вы Понимаете Как Это Важно Непогода Какая Будет Яйца Кладет Под них Под малышей И сама Сидит А кормить Уже Не Кормит Эти Уже Большие Сегодня Прихожу Два В гнези Она Подвале Голубка И Оба Уже Мертвые Она Сидит Новая И Я Подумал Вот так У нас Проповедуем А Дальше Не Кормим Они Умирают Я Сегодня Голубят Вчера Только Были На Надо Яйца Сразу Убирать От них Кормить Сначала Докормить Вот Таких Бросали Я Трех Выходил Нынче И Отвез Потеряю Я Из этого Сделал Вывод А Сова А Голубь Не Будет Драть Вчера Крылышки Большие Уже Были Прихожу Оба Мертвые И Она Сидит Даже Не Глядит На Них Глупая Птица Глупые Голуби Вы Глупы Как Голуби Писание Нам Говорит Я Вам Говорю О Простом Посмотрите Вот Я Не Слышу Тут Есть И Наследственное А Может Быть Чтобы Мы Определили У Отца Оторвало Руку Вот Так У него Маленькая В культе Была Только А В Соседней Деревне Мужику Ногу Оторвало С Фронта И Отец О Без Ноги Как И На Есть Он Не Может А Я Хожу Так Одной Рукой Колю Щурку Поднимет Отец Сильный Был Колол Одной Рукой Колоном Ударит На Топор И Дальше Я Подумал Что Оказывается Бабушка У нас По отцовой Линии Что Не Было Она Плохо Слышала Отец Контужен Был Под землей Под Смоленском Его Там Война Пригладила Я Не Слышу Протнута Перепонка Где-то Что-то Я Забыл Даже Может Попадал Павел Плохо С аппаратом А Я Стал Говорить А Семен Сильсков Говорит Да Разве Это Болезнь У Нас Болезнь А Это Родной А Они И Их Дед И Мой Отец Родные Братья А У них Все Ногами Ему Сколько Раз Отец Операцию Делал Там Железки Всякие Вставляют Аганья Болеет Варвара Аганья Как болеет Она Упала Маленько Ногу Повредила И всю Жизнь Вот так Как у нас Любовь Петровна Такая Была Он С ногами Сестра Варвара С ногами Двоюродная Я Сейчас Подумал Да у меня Это Что Если Я Не Слышу Мне Нужны Никакой Мне Главное Жалко Вас До меня Достущаться Не Можете Ну Сколько Можем Удверей Что Еще Не Открывает А Хромой Это Был бы Куда Пошел А Я Сейчас Бегаю На Коней Не Догонишь Это Поговорка Понятно Я Из Это Увидел Господи Да Как Хорошо Что Мне Ноги Это Слава Богу Я Во всем Хочу Увидеть Промысл Божий Это Дионисий Сказал Кое Что О себе Сказал Вы Тоже Загляните Туда Я Всегда Нахожу Виноват Я Надежда Васильевна Знает Как У нас На площадке Случилась Драк С ножами Мужики Там Что Было Я Выскочил Из дома Даже Не знаю Обулся Или Да Босиком В толпу Врезался В них Благодарны Как Они Меня Спасали Потом Какие Подарки Несли Как Все Благодарны Были Зачем Я Сделал Это Я И Трусливый И Слабый А Такое Дело Совершилось Бог Так Сделал И Во всем Мы Должны Научиться Видеть Я Вам Сказал Вторая Пара Альпомена 25 16 Постарайтесь Это Все Таки Заучить Там Написано Он Стал Пришел Стал Обрещать Царя А Царь Говорит А тебя Кто Поставил Перестань Чтоб Тебя Не Убили Хорошо Ты Согрешил И Не Принял Теперь Я Понял Бог Решил Тебя Убить Не Меня А то Почему Убьют Игнать Он Не Игнать А Тебя Убьют Я Вникаю Внимательно То Что Говорит И Это Библия Запечатлела Если Говорят Даже Неправильно И Ты это рассмотри На несколько раз Златоуст И тогда Поцелуй За намерение Он Хотел Тебя Может быть Спасти У тебя Этого Нет За тобой Хорошо Что Нет Господи Слава Тебе Ты Меня От Этого Избавил Неприятное Известие В интернете Выступил Митрополит Иларион Алфеев Я До конца Не знаю Это Что Библейское Что-то Было И Он Сказал Что Я Опять же Со Слов Говорю Будто Нужно Перевод Библии Делать Может Быть И Отдельные Речения Как говорят Но Мне Настолько Тяжело Было Я Стал В интернете Искать И Подобное Нашел Помолиться Чтобы Как Дурью Не Маялся Человек Лучший Перевод В мире И они Будут Касаться Его Почему Он Наизусть Не Знает Он Музыкант Композитор Настоящий Умница Но Библию Зачем Поднесло Я Всегда Говорю Люди Которые Умные Почему Их Грани Никакой Нет Протопопа Вакуум Начал Дальше Уже Не Троица Четвериса Бердяев София София Это Отдельно Четвертое Реццо Троица Зачем Они Лезут Дальше Я С Александром Менем Беседовал Он Верит В Революцию Что Человек Развивался А потом Как Развивался Когда Он Сотворен Был По Образу Божию И эти Умные Люди Они Никак Не Могут Остановиться Мне Бог Дал Ума Чтобы Понять Что У меня Нет Ума Вот Это Я Сразу Нет Ума Я Понял И Поэтому Я С Благоговением Отношусь Что Сказал Василий Великий Другие Нигде Мне Не Надо Ещё Выдумывать Я Так Слаб И Немощен Если Ты Мудрствуешь То На Каком Основании В Библии Ты Знаешь Какие Перевозчики Были Когда Еврей Чистопородный Александр Мень И То Я Сказал Мог Так Перевести Он Шатнулся Да Вы Что Таких Перевозчиков Нет Больше Четыре Духовные Академии Переводили Это Не Один Лютер Или Библия Английская Джей Короля Якова Вот Так Ну Это Всё Почти Что Я Хотел Сегодня Сказать Попросить Вашей Помощи В Молитве Чтобы Господь Благословил И Помощь Какая Отъезд Наш Будет В Субботу Десятого Следующая Там Это Где-то Находится Одна Из Новокузнецка В лес Фамилия Галина И Она Приезжает В первый Женщик И Она Одета Так Одета И Крестик На Голове Это Апостольник Называется Патриархийная А Апостольник Можно носить Я говорю Не в храме В храме У нас Форма Другая А Это Можно И Она Должна Приехать На Машине Девятого Здесь Должна Ночевать Ну Кто-то Пришел Тоже Побыл Здесь И Вот Она Помощница Нина Тожел Нерота С мужем Не может Виктор А Это И Уже Бог Дает Мы Только Делаем А уже Все Стоит На Месте Вот Так Поэтому Материально Не Деньги Нам Деньги Не Нужны А Муки Муки Масло Что Так Пожалуйста У меня два Объявления Первое Объявление Вы слышали Батюшка Отец Игнат Тихонович Говорил о том Что наша Барабаш Выходит замуж Ну и я полагаю Что мы От нашей общины Какой-то подарок Должны Подумать Об этом Подарке И второе Жена От старообрядцев Говорила Что отец Никола Просит помощи Материальной Не только В форме денег А в форме Там Может быть Для Места Типа гостиницы Там Постельные Принадлежности Какие-то Еще что-то Ну Одним словом Тоже от них Тоже Просьба О материальной Помощи Они там Новый храм Поставили Наконец И будут У них Вот В августе По-моему Или в сентябре Острещение Этого храма Еще у кого Есть объявления Просьбы Пожелания Я сказал Видео Аппарат У кого есть Я забираю Здесь не остается Сергея пока Отремонтировать Не могут Что здесь Снимали Все собрания Считайте Златоуста Мы уезжаем Накопите Материал Купите Сколько стоит 21 тысяча Да соберите Вместе Купите Чтобы у вас Был здесь Один Я провода Ставлю Больше еще Не надо Остальное Есть Да тот Отремонтируют Скоро Не надо Я сказал И Еще Кресты Помните На Лизах Я говорил Даже Вот этот Вот Отрак Сегодня Выходит В этом Как у тебя Назвать Не Лиза Что у тебя Там Одинянный Дырак Называется Стихарь Стихарь И Крестик Крестик И Заостренные Все концы Заостренные С чего Вы взяли Кто их Острил Я понимаю Это не от Человеков Человеку Не придумать И Крестики Которые делают Вот так вот Расходится Крестик А дальше Расходится И это точно так Это масонский знак Это главная Награда Гитлера Была Зачем она на Ризах Вы что Фашизму поклоняетесь Ну ровная Просто ровная Полоса И все Вот старобрядцы Везде ровно делают И так и было При князе Владимире Здесь все искажено Видели Песков Заовалено Посмотрите На храмах Куча железа Какая-то Я посчитал 18 концов А 18 концов Это 6,3 18 Все надо И они тогда Ничего сделать не могут Батюшки на Ризах Перешить Это Света Клюй Один Видите какой Она шила Крест мощный Что-то тут Батюшка Не сразу Сверцает Так Возьми на себя Татьяна Александровна Подходи Батюшке И скажи Оставьте нам Ризу Ту Которую Ориентир держать Света Клюй Делала И остальные Переделать Что батюшка Благословил Ну нет Ни одного креста Это Там Выпускают Где такие Соклина Неверующие люди Крест Искружается Везде И на просторах И на храмах И в книгах И главное На Ризах Зачем Когда крест Это знамение Сына человеческого Это масонский знак Мальтийский орден Вот так Когда шире Концы делает Еще у кого есть слово Все истерпались Ну стало быть Еще по программе У нас Песнопение Трапеза общая Агапа Любовь И занятие Духовная трапеза И благовещение Достойна есть Якова истину Блажите Тя Богородицу Преснаблаженную И пренепорочную Ты Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И славнейшую Без сравнения Серафим Без искления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя И Лечаем Господи Защити Родину Нашу От нашествия Наплеменников От внутренних Расприй От беззакония Которое втайне Останови Делающих зло Просвети Правителей Страны нашей Чтобы принимали Мудрые законы И всех начальствующих Также просвети И защити Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы Божественной Любовь Тебе Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как должно Пусть покаются В небрежении Своем И проповедуют Смело И на славном Об Иисусе Христе Господи Правят На суды Твои Над Россией За то Что оставили Тебя И Слово Твое Изреченное В Святой Библии Прости Нас Господи Владыка Жизни Что сокрыли Имя Твое Бог Ягова Дух Святой Да наставит Нас Не признавать Никаких Иных Богов Вопия Авва Отче Господи Научи нас Семикратно В день Прославлять Тебя За суды Правды Твоей Тебя Хвала Слава Чести Поклонения Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Еще Братья Воспомнил Сейчас На молитве Помните Об одном из Преднущих Воскресений Я просил Молиться О рабе Владиславе И его семье Которые В Казани Живут Брат один Встал И говорит А пусть он Сам Попросит Чтобы Хочет ли он Чтобы мы Молились У меня Продолжается Переписка С ним Он начинает Письмо Во имя Отца И Сына И Святого Духа И начинает Повествование Благодарить За то Что я Молюсь о нем Так что Прошу Присоединитесь К моей молитве Чтобы Господь Его Причем Я послал ему Книгу К истинному Православию Он ее Получил Сразу Распечатал И едущий В автобусе Стал читать ее Он говорит Какая Книга Какая в ней Мысль Какая в ней Жизнь Потому что Все вокруг Стали слушать Меня Стали задавать Вопросы Уже пошла Пропоредь Ну надо ли еще Убеждать Что нужно молиться О нем Молитесь Владислав Помоги Ну ром Не А да Ага